Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука 6 августа. Так как сейчас идет массовый сбор и некогда уже индивидуально про каждого отдельно рассказывать, я вот стала уже такие групповые дегустации делать, чтобы как можно больше показать вам сортов, особенно новых сортов из каталога, потому что многие до сих пор еще не могут выбрать. Они могут выиграть. Почему? Потому что я не успеваю давать информацию. Сильно много ввела в этом году 400 новых сортов. Я их вырастить-то вырастила, а показать вам я их не успеваю. Вы понимаете, что... А еще мне нынче это жаркое знойное лето помогло в кавычках, что все томаты одновременно вызрели и дегустация делать очень сложно. Вот сейчас у нас... До этого я ладошку описывала, дрова. Рассказала про номер 404. Это новый вот такой экзотический зеленый полосатик, Хорвард Сквер. Сейчас буду говорить о нижегородском кудяблике, потому что хоть мне и говорят зрители, что вы сейчас американские сартак, вам поступят в огород, вы забудете про свои сибирские, и будете выращивать только их. А я отвечаю всем, а нет. Потому что у нас не каждый год лето такое жаркое и знойное. Кстати, забыла. Вот этот Харвард Сквер, он рекомендован для выращивания в теплицах, а на улице, только в южных регионах. У меня он вырос на улице, прекрасно вызрел, дал хорошие плоды и дал хороший результат. Так что можно и в сибирском регионе его выращивать, но при условии, если будет, конечно, хорошая погода. Я просто высадила нынче все на свой страх и риск на улицу. Но главный герой этого видео, вот нижегородский кудяблик номер 719. Сразу извиняюсь за внешний вид. Томаты не мытые, мыть пока что некогда мне их. Я их прям с огорода и сразу сюда. На темных не видно, а на желтом видно пылинки все. Ничего, для описания это нам не повредит. Вот смотрите, еще один сорт коротышка. Помните, я в этом году сказала, что у меня новый сорт янтарный, точно такой же, и новые сорта похож немножко Джала Санта. Ну, Джала Санта это покрупнее. Я вот показывала, говорила, что в переводе это святое желе. Он прям как янтарный, как прозрачный. И такой же наш сибирский янтарный, только меленький, вот такой прозрачный. Сейчас посмотрим нижегородского кудяблика. Что такое кудяблик, я не знаю, но это официальное название. Этот сорт вывел производитель Сибирский сад. И вот эти семена как раз, в отличие от Гарвард Сквера, которые редкие, коллекционные, нигде купить нельзя, кроме как у частных коллекционеров, вот эти семена вы можете спокойно пойти в магазин и купить. Спросить, дайте мне кудяблика нижегородского, и вам дадут. Так, что про него мы знаем? Во-первых, сам сибирский сад производитель. Его называют скороспелый крепыш. Почему скороспелый? Ну, это ясно. Потому что детерминатный, потому что не только детерминатный, но штамбовый. Потому что маленький, компактный куст. И все знают, что чем меньше куст, тем быстрее начинается формирование плодов. Пока вот этот тот Гарвард Сквер двухметровый куст образует и вырастет, этот уже будет с плодами, они уже будут поспевать. Он вообще очень низкий, 35-40 см. Обильно увешан плодами. И заявляют хорошую урожайность. Урожайность в килограммах я вам назвать не могу. Никогда не завешиваю, потому что это нереально. Это большая нагрузка. Конечно, просто выращивание в уходе. Он очень-очень простой. Его не надо посынковать. Его можно не подвязывать никуда. Просто посадил и забыл. Ясно, что вот этот сорт можно выращивать и на лоджиях, и на балконах. Но 35 см. Это гномик, это коротышка. Все. Но я его все-таки подвязывала. Я подвязываю почему? Потому что я боюсь, во-первых, что плоды, когда лежат на земле, у меня в прошлом году было нападение слизней. Все знают, что поели и перцы болгарские, все сожрали слизней. И помидоры, особенно лежачих монгольских карликов, вообще откусывали, отхлебывали от каждой помидорки. Потом начинается гниение. Я подвязываю. И еще подвязываю. Почему подвязанный томат меньше занимает места? Их подвязанные можно через 30 см 5 штук насадить на то расстояние, где будет один лежачий лежать. Экономия места. У меня всего 6,5 соток. И мне надо свои 700 сортов где-то все разместить. Но, конечно, это томат для открытого грунта. И сам производитель его позиционирует именно как уличный томат. И вообще, конечно, я начала с американских сортов. Сколько бы ни было американских, итальянских, экзотических, но вдруг плохое лето. Вдруг вот эти крупноплодные, они не вызреют, не успеют. А вот эти-то малыши из-за своей скороспелости, они могут даже до начала дождей. У нас обычно в августе, в конце августа, до начала дождей, до начала фитофторы, даже если она у вас есть. Но вот у меня много лет нет, слава богу, фу-тфу-тфу, и не было бы. Они могут дать вам урожай. Что про них сказать? Ну, видите, что? Ярко-оранжевый цвет, вот который сильно поспел. Вот здесь даже прозрачный. Не знаю, видно, передает камеру или нет. Видите, как янтарный такой прозрачный. Очень похож на тот на янтарный. Сейчас я буду резать и посмотрим, как сказать, скажу, какой вкус. Сейчас вот перед тем, как дегустировать, я сразу скажу, что все, про все оранжевые томаты я это говорю. Все желтые-оранжевые томаты, они идеальны для детского и диетического питания. Диетического в каком смысле? Не для похудания, а тем людям, у которых уже какие-то растворства желудочно-кишечного тракта, им нельзя красные с повышенной кислотностью томаты, а желтые-оранжевые, они безвредные. У них такой химический состав вот этого ихнего томатного мяса, что они не раздражают наши желудки. Конечно, маленькие и для украшения стола подходят, и для засолки. Их можно вялить, их можно запекать, можно просто консервировать. Смотрите, какая прекрасная полупрозрачная, желеподобная такая мякоть. Ммм, вкуснятина. Видно даже по этому, вот по томатному мясу, что оно... Есть вот яблоки такие, как белый налив или какой-то, что они потом... А, медовые или какие-то, что они потом прозрачные делаются. Кудяблик вкусный. Семена стараюсь не есть, мне уже пишут. Во время дегустации не ешьте семена, особенно редких томатов, чтобы нам достались. Ну, кудяблик хватит всем. Вот смотрите, два таких очень разных сорта. Вообще, ну, совсем совершенно не похожих. Сейчас я подниму повыше. Это вот этот 404-й Гарвард Сквер Американец и 719-й Нижегородский кудяблик. И вот я сейчас продегустировала, и я могу сказать, что получила одинаковое удовольствие, что от поедания вот этого томата, видите, как желеобразный такой, что от поедания нашего сибирского кудяблика. Так что тем, кто не достанет вот этого вот Гарвард Сквер и на будущий год, например, не сможет его посадить и вырастить, пожалуйста, посадите кудяблика, ничем не хуже. Вкусный, такой же, как янтарный, прозрачный, сладкий. Ну, пусть он маленький, зато смотрите, какой красивый. И вот в этом, сегодня у меня на столе встретились такие два разных сорта. Это еще раз говорит о том, что на вкус и цвет товарища нет. Кто-то говорит, зачем вы садите вот такие, какие-то маленькие, вот всякие как, ну, не презентабельный у них вид, они никакие вроде как, они же не редкие, не коллекционные. Кто-то собирает только вот такие. А я хочу сказать, что можно найти вкусный и среди таких. Ну, это, конечно, это элита уже, что говорить. Но если нет возможности по вашим погодным условиям выращивать вот такие вот экзотики, экзоты, пожалуйста, хороший сорт. Я, короче, вот этому сорту тоже даю пятерку. 719-й нижегородский кудяблик. Мал, золотник да дорог. Вкусненький, простой в уходе, очень хороший. А дети как будут рады, представьте, такие какие светящиеся томатики, солнечные.